рот всем привет вы на канале мяски бани сауны с вами правда максим сегодня у нас на обзоре небольшая недорогая банька длина ее 3 метра она с козырьком цвет ее черный это пропитка пропитка вообще у нас краски двух видов используется это пропитки если не проникают древесину и укрывистые то есть они так называемая пленка образующие то есть в данном случае это пропитка цвет ее черный от форм хаоса толщина профиля 53 миллиметра это стандарт то есть значит весь корпус выполнен из сосны и 1 муж сзади стоим хотел бы рассказать про печку печка у нас наружная топка очень часто задается вопрос плюсы минусы внутренней наружной топки то есть как бы если снаружи вход там здесь топка то есть выбегать с улицы бежать там ну как бы есть логика в этом пока баня холодная пока ты сам не в бане но наверное это на актуально когда ты растопил баню и ты топишься уже паришься вышел подкинуть все равно выходишь на улицу вот все равно то есть выйти подышать отдохнуть после когда распаренный мне кажется это вообще не катастрофа то есть выйти подбросить дрова это даже по кайфу прогуляться но плюс несомненный плюс наружной топки то что вся зола когда мы чистим золь никогда я достаю все равно частицы будут вот сюда падать то есть они будут возле топки лететь они вас падают на землю на улице как бы не это не свинячишь в парной на мой взгляд плюс 2 плюс один тоже такой не сама не самый последний да когда топка на улице то есть многие переживают что отапливаем улицу частично это тоже конечно правда реально через дверку часть тепла уходит на улицу но если это зима скажем да это может какой-то минус за то есть некая потеря тепла но если это лето и у вас например направлена топка в предбанник то это не есть хорошо то есть у вас будет ну например на улице 25 градусов в бане будет значит минимум 30 предбанники а если вы выведите туда еще топливный канал то там будет все 40 45 и то есть после бани выйти в предбанник посидеть уже очень будет никомельфо и третий аспект тоже на мой взгляд очень важный когда топка находится снутри либо в парной либо в помещении для горения пламени необходим кислород то есть берется этот кислород откуда правильно из парной либо из комнаты отдыха то есть если вентиляция сделана ну стандартная ее может просто не хватать то есть нужно ставить дополнительную вентиляцию и еще когда мы направляем топку внутрь например с предбанника то мы скидаем часть места полезного именно в предбаннике то есть у нас надо нужно место оставить под топку это тоже очень важно в общем печка у нас здесь варвара дверка у нас справа кстати дверку можно поменять шплинт этот убирается перевешивается на другую сторону и получается ну дверка под удобную руку если с какой стороны подходить оцинкованный лист в стандарте идет чем еще плюс длинных топливных каналов сейчас многие производители стали делать возможность точнее дают возможность топить в топливном канале это тоже плюс надо просто уточнять каких печках это можно делать каких нельзя в данной печке нельзя делать но в принципе дрова можно сантиметров на 5 на 3 больше чем сама топка то есть в принципе некий вот такой ход позволяет сделать да то есть варьировать дрова не то что прям совсем коротенький то есть надо тут ну иначе просто топ когда не закроется дверка если внутренняя топка при наружной можно немножечко схлыздить так сказать это не рекомендуется но все-таки ладно поехали по печке закончили окошко 30 на 30 небольшое вентиляция выход и окошко нужно обязательно ставить в любой бане дальше у нас все в принципе стандартная кровля коричневая финская черепица стяжные ленты несут декоративный характер я опять это повторю и не обращайте внимание на кровлю что она вся в пыли то есть баня только-только вышла из цеха и так мы подошли к фасаду нашей бани дверь у нас находится в торце это вагонка такой ну достаточно бюджетный вариант потому что вагонка дверь из вагонки это самый бюджетный вариант возможный который поставить из дверей то есть с такими дверями нужно обходиться достаточно бережно почему потому что плаха самой вагонки достаточно широкая и расширение у нее большое а а сама она по себе тоненькая то есть закрепить ее прям жесткая фиксация для нее в принципе невозможно то есть их вот хватит чтобы вырвать крепление то есть такие двери нельзя на них делать вешалки навешивать халаты мокрые прочее прочее то есть дверь такая начинает впитывать просто больше влагу либо надо заказывать дополнительную обработку то есть закрыть ее хотя бы лаком то есть древесина меньше гораздо берет себя влаги и мы избегаем различных проблем с древесиной гибкий шланг у нас стоит на подачу электричества два с половиной квадрата это по умолчанию идут ноут розетку уже допом идет провод сам он гибкий на морозе сейчас от минус по моему 17 18 градусов то есть провод абсолютно гнется совершенно спокойно он морозостойкий и что немаловажно еще и солнце солнцестойкий потом предбанники банька небольшая кстати не сказал про козырек козырек тоже очень важная опция я бы ее ставил в принципе на каждую баню потому что это дополнительная защита той же самой двери когда идут осадки даже видите сейчас дверь открыта полностью и у нее вся верхняя кромка находится под кровлей то есть сюда не попадает влага это очень большой плюс предбанник у нас небольшой он всего 75 сантиметров но в принципе два человека друг напротив друга переоденутся совершенно спокойно можно присесть переодеться как с этой стороной так и с другой бани у нас готова уже на отправку здесь вот привязанность и головочек и поехали в парную в парной есть очень прикольная штука сейчас покажу давно мы это уже не делали поехали парная у нас стандартного размера длиной 2 метра диаметром не сказал баня у нас 220 соответственно и парная тоже как видите некое такое нововведение это вагонка кедровая но обожженная мы раньше делали такие такую опцию и вот тут недавно решили вспомнить в общем сделали такой на мой взгляд прикольно смотрится она слегка обожженная то есть мы доску обжигаем прям полностью обжигаем кетер это у нас функция есть она в принципе востребована а вот такой слегка чисто декорированная опять же кстати в горелой древесине не заводятся какие-то жучки то есть они не едят горелую древесину это тоже плюс и еще здесь на два слоя обработана термолаком то есть это достаточно стойкое покрытие то здесь можно совершенно спокойно принимать это та же самая баня любые банные процедуры только вот она еще выглядит таким образом мой взгляд прикольно окошко с внутренней стороны у нас кедровая 30 на 32 стекла дымоход феррум пароходной узел у нас внутри сделан калиновой ватой сэндвич труба 115 200 пожаробезопасный угол проходной лист то есть в нем внутри выпилена отверстие и там тоже все обработано огнебиозащиты и уложена калиновая вата очень термостойкий материал на лавочках тоже термозащита для того чтобы внешний вид лавочек не портился на таком расстоянии древесина уже не ну не возгорания на ней не бывает но просто чтобы не желтели они не темнели сделана такая термозащита лавки сами выполнены из осины 60 сантиметров две лавочки справа слева и сделаны под спинки для того что просто можно было удобно облокотиться спиной здесь они стандартные у нас из двух досок печка от компании варвара про нее уже сказал много снаружи про смысл на наружной топки наружная топка в частности в ней полу закрытая каменка сюда по умолчанию по моему 25 килограмм камней влазит печка конвекционная опять же повторюсь банька в принципе бюджетная но печка доста разогревает эту парную достаточно быстро то есть для помыться если этой бане пользуются именно непосредственно ну скажем так стоит деревне да где нету никаких других средств где помыться то есть нету ни души не не ванной такая баня то самый раз растапливается даже в зимний период там за полчаса здесь можно совершенно спокойно мыться а для того чтобы помыться нужна вода естественно и в комплекте идет бак на 50 на 43 литра здесь по моему то есть вот такая вот недорогая бюджет некая баня цена на нее в описании смотрите внимательно это под названием такая строчка идет там стрелочка нарисована туда нажимаете она раскладывается и внизу написано цена на данный момент на чем у нас сегодня на февраль месяц двадцать первого года в общем вот такой у нас обзорчик получился надеюсь был полезен кому зашел видос варежку отжимаем вверх подписываемся на канал пишем комменты в общем всем спасибо за внимание всем пока и с легким паром а